Что произошло? У меня пропало жрелье с дорогоценным камнем. Сегодня с заявлением о краже дорогого ювелирного украшения в милицию обратилась гостья одного из плеских отелей. Кулон с камнем необходимо найти в кратчайшие сроки, и на место преступления незамедлительно прибыло сразу пять снарядов милиции. Это первая часть сценария пешеходной игры-квеста, которая состоялась сегодня в городе над Бугом. Впервые учащиеся классов правовой направленности и первокурсники колледжа бизнеса и права смогли, еще будучи школьниками и студентами, попробовать себя в роли настоящих сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Мы постоянно внедряем новые формы работы с молодежью, которые направлены как на гражданско-патриотическое воспитание, привитие здорового образа жизни и правопослушного поведения, так и на профессиональную ориентацию будущих абитуриентов, которые хотят связать свою дальнейшую жизнь со службой в органах внутренних дел. Впервые в республике мы решили опробовать интерактивную игру, так называемый квест, в которой учащимся классов правовой направленности и первокурсникам колледжа бизнеса и права предстоит попробовать себя в роли сотрудников правоохранительных органов. Вся игра была разделена на семь этапов, на каждом из которых ребята должны были проявить свои юридические знания, а также смекалку и хорошую физическую форму. Все задания, хоть и упрощенные, но все-таки отображение реальной работы оперативной группы. А сферу деятельности людей, которые занимаются раскрытием преступлений, легкой не назовешь. Однако участники квеста признаются, что чувство соперничества и профессиональный азарт не дают им почувствовать усталость. На данный момент мы расследуем преступления, опрашиваем свидетелей, собираем доказательства, чтобы выяснить, кто же на самом деле совершил это же преступление. Пока что все очень нравится и мы очень довольны тем, что все-таки участвуем в этом квесте, так как нам это пригодится в дальнейшей работе. У нас еще такое мероприятие получается, в котором мы участвуем для того, чтобы разобраться, куда мы будем поступать. Мы в милицейской направленности, отпечатки пальцев мы снимали в УВД. Сейчас мы должны просить преступника, кто идет дальше по профессии милицейской, то он должен это уметь делать. Прошедшая сегодня игра первая в своем роде в Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов постарались показать ребятам свои трудовые будни изнутри и очень надеются, что это поможет им в дальнейшем профессиональном самоопределении. А юные следователи, в свою очередь, с нетерпением ждут, когда смогут вновь попробовать свои силы и знания, пусть пока и в игровой форме. Продолжение следует...